Дорогие друзья, день добрый. Через 12 часов закончится осень, начнется зима. 2022 года, наверное, года, который значительно изменил жизнь очень многих из нас, если не всех. Мы начинаем очередной вебинар портала «Прианал недвижимость за рубежом». Сегодня мы будем говорить о инвестиционной сфере, которая тоже изменилась для граждан России, Казахстана, Украины, Белоруссии очень-очень сильно, да и вообще для всего мира. Инвестиции претерпели существенные изменения. И что, почему и как, сегодня этот вопрос мы будем изучать вместе с Екатериной Орловой, директором департамента по иностранным инвестициям, интермарк Real Estate. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Приветствую всех участников. Давайте сразу, что называется, с места в карьер. Екатерина, ну изменения, безусловно, произошли и для российских инвесторов, заинтересованных в приобретении и в получении дохода именно с зарубежной недвижимости, изменились они значительно. Но давайте начнем, может быть, немножечко с такого более общего вопроса. Во-первых, несколько слов о том, чем занимается ваш департамент, да, и как вы ведете сейчас свою работу, где, как, с какими странами. Несколько слов об этом. Да, конечно. Можно я включу презентацию? Да, давайте, конечно. Собственно, наша компания, интермарк Real Estate, ранее в течение 16 лет работала как Savils в России. А изначально мы были основаны в 1993 году, и благо у нас был бренд, к которому мы могли вернуться, потому что многим западным компаниям пришлось придумывать бренд с нуля. Мы до сих пор взаимодействуем с офисами Savils по всему миру. Savils – это одна из крупнейших международных агентств недвижимости в мире. Сейчас более 700 офисов в 70 странах мира. Собственно, в России мы занимаемся всеми видами услуг, связанных с недвижимостью. Это и московская недвижимость, и аренда, и загородная недвижимость, и, безусловно, зарубежная недвижимость. Мой департамент непосредственно занимается всем, что связано с инвестициями. У нас также есть департамент, который занимается отдельно иммиграционными зарубежными направлениями, куда входят паспорта, в частности, паспорт Турции, паспорт карибских стран. Помимо этого, вы различные виды ВНЖ. ВНЖ на основе покупки недвижимости и ВНЖ на основе финансовой независимости. Такие есть программы во Франции и в Италии. И, собственно, если говорить конкретно про мой департамент, это семь основных стран. Это Великобритания, Кипр, Дубай, Оман, Таиланд, Бали и Бразилия. Здесь я на слайд добавила и Турцию, но отмечу, что, наверное, в Турции все равно основная причина покупки недвижимости – это все-таки гражданство. И поэтому внутренне мы относим Турцию к департаменту именно иммиграции. Окей. Скажите, пожалуйста, вы перечислили семь, восемь, семь стран, не столь, наверное, принципиально. Их список насколько изменился на протяжении последнего года? То есть можно ли сказать, что год назад, два года назад вы работали несколько с иными направлениями именно с инвестиционной точки зрения? Да, конечно. Во-первых, некоторая часть стран ушли. То есть у нас в прошлом году был целый ряд европейских стран, в частности Германия была одним из ведущих направлений. И в Германию в этом году инвестиции, по крайней мере, из России стали невозможной. И то количество сделок, которое было в прошлом году, у нас в этом году сошло на нет. То есть остались среди недружественных стран те позиции, где можно оплатить недвижимость из России. Великобритания и Кипр относятся к таким юрисдикциям. И наоборот, добавились два направления, которые мы сегодня будем обсуждать. Это Оман и Бразилия. А Бразилия добавилась как такая экзотическая страна для диверсификации, которая входит в Альянс Брикс. А Омана добавилась как такая альтернатива, наверное, Дубаю с точки зрения цели инвестиций. Это получение ВНЖ для открытия потом счета банковского и для сохранения капитала. Вот такие две юрисдикции добавятся. Коллеги, друзья, я сразу еще два объявления, три, наверное, маленьких объявления сделаю. Работает наш чат, вы можете задавать вопросы объявления номер один. Второе объявление мы в этот раз материал опубликуем чуть позже обычного. А вот видео, те, кто захотят потом еще подробнее какие-то нюансы посмотреть, мы обязательно всем вам вышлем и в телеграм-канале опубликуем. То есть видео будет доступно буквально в течение 24 часов. А вот про третью новость я попрошу сказать отдельно. Екатерину, наверное, вы видите, вот там наверху у нас появилась такая строчечка, сертификат на бонусы от Intermark и надпись «Скачать». В двух словах, что это такое. Да, наша компания, она работает с двумя застройщиками эксклюзивно и традиционно по результатам каждого практически календарного года продукты с фиксированной доходностью от этих застройщиков, они выходят в топ-продаж. И, собственно, в рамках данного вебинара мы решили участникам, которые будут онлайн, предложить такой бонус. Вы можете пройти, нажав на кнопку «Скачать», ставить контакты и скачать, собственно, сертификат. По Великобритании, по продуктам с фиксированной доходностью, это будет бесплатное юридическое сопровождение, которое обычно стоит 2700 фунтов. А по Таиланду это будет скидка 2% на ряд объектов от нашего эксклюзивного девелопера-партнера. Окей. Ну, об этой кнопке еще несколько раз напомню. Прости, я думаю, что в чате можно уже опубликовать и контакты Екатерины и ее коллег из компании «Интермарк» и «Риэл Эстейт». Екатерин, все-таки давайте тогда, если мы широко говорим об инвестициях, какие-то страны ушли, какие-то страны пришли. России. Означает ли это, что те страны, которые ушли, они стали менее инвестиционно привлекательными или тут главная причина все-таки в том, что они для граждан России, которые составляют значительную часть вашей клиентуры, они технически настолько недоступны, что и границ-предсвечи даже пытаться затруднительно. Ну, вообще, в первую очередь ушли, конечно же, страны Европейского Союза. И с точки зрения страны Европейского Союза, я бы сказала, что они в принципе стали менее инвестиционно привлекательными, просто потому что экономика Европы, она очень сильно страдает. В связи с последними кризисами покупательская способность населения снижается, и это, естественно, будет отражаться на всех видах недвижимости, как на жилой недвижимости, так и на коммерческой. Помимо этого, ставки по кредитам повышаются, да, естественно, низкие ставки на ипотечное кредитование были двигателем рынка, как минимум, жилой недвижимости и являлись двигателем роста цен вверх. Поэтому, на мой взгляд, Европа, она, по крайней мере, в краткосрочной, в среднесрочной перспективе не так интересна для входа сейчас. И, что интересно, мы не видим особого снижения цен, да, то есть многие собственники недвижимости, они, видимо, еще не осознали доказательствий и хотят удержать цены на текущем уровне, а покупатель не готов, да, покупать по цене, которая не учитывает вот последних этих веяний. Поэтому пытаться инвестировать в недвижимость Европы, переходя вот, да, через все эти перипетии и препятствия для совершения сделки, когда есть более перспективные азиатские направления, про которые мы тоже поговорим, я бы не стала. Окей, вот конкретные примеры можно, ну, от общего к частному, да, есть некоторые страны, вот наш зритель назвал, там, Черногория, Хорватия, Армения, да, то есть две страны, это все-таки не Западная Европа, а Балканы, хотя они тоже входят в список недружественных, ну, по крайней мере, для граждан России, но при этом, в общем, какая, какую-то недвижимость, мы это видим, там все равно покупают, ну, в Черногории в большей степени. И вот он спросил еще отдельно про недвижимость Армении, недвижимость ближнего зарубежья, да, которая, куда и россияне массово уезжают, насколько вы сейчас, я знаю, что вы отслеживаете эти направления, буквально в двух словах, что вы можете сказать о них, какие здесь возможности и риски сейчас. Да, ну, Черногория, наверное, как вы знаете, там есть паспортная программа, которая заканчивается в этом году в очередной раз, да, и в основном те сделки, которые у нас были по Черногории, они были связаны именно с получением паспорта, и там нужно приобретать недвижимость в определенных проектах. То, что касается инвестиционной составляющей таких направлений, я ее оцениваю как крайне низкую, потому что при прочих равных есть более интересные направления, потому что инвестор, он всегда смотрит на что? На доходность и на ликвидность такого объекта. Так вот, вторая составляющая, ликвидность таких объектов, она на вторичном рынке, боюсь, что очень низкая. Это, на самом деле, касается и более развитых стран, например, той же самой Австрии. То есть в прошлом году часто спрашивали, окей, я могу там, я хочу проинвестировать, посоветуете ли вы проинвестировать в Австрию или в Чехию? И всегда ответ, а зачем? Зачем, когда есть более крупный соседний рынок Германии, который дает такую же ставку по аренде и существенно более высокую ликвидность? Потому что то, что касается европейского рынка, да, европейского континента, то первые два места по объему инвестиций делят Великобритания и Германия на каждую страну примерно по 30% от общего числа инвестиций. Потом еще процентов 10 на Францию, и получается, что на всю оставшуюся Европу у нас остается порядка 30%. Ну, это очень небольшой объем, и, соответственно, те клиенты, которые выставляют потом это на продажу, не могут это продать в течение долгого времени. Ну, про Армению я вообще молчу. Мы какое-то время работали с более популярным рынком Грузии, и потом отказались от продаж недвижимости в этом районе из-за, во-первых, на наш взгляд, более низкой инвестиционной привлекательности, а во-вторых, из-за достаточно ненадружелюбного отношения именно простого народа, наверное, в этой стране. Скажите такой момент еще. Вот среди стран, которые вы перечислили, ну, Турцию, хорошо, мы сегодня ее не будем обсуждать, через неделю у нас будет отдельный вебинар, в частности, посвященный недвижимости Турции, тоже с компанией Intermark Real Estate, тогда о ней поговорим подробнее. Но вот рынок Дубая, рынок Таиланда, это рынки, которые сейчас в определенной степени привлекли значительное число граждан России, просто они, которые переезжают массово. Это вызывает определенный ажиотаж. Когда есть определенный ажиотаж, ну, для инвестиций ажиотаж это не всегда хороший спутник, да? Означает ли то, что вы работаете с этими странами, что вы все равно видите некую определенную стабильность и перспективы на несколько лет, даже несмотря на то, что текущая ситуация с инвестиционной точки зрения выглядит, ну, совсем не классически? Просто спрос, который вот такой вау-вау-вау, скоро-скоро-скоро. Давайте, наверное, разделим все-таки Дубай и Таиланда, потому что два очень разных рынка с очень разной вообще динамикой спроса. Вот я здесь перейду на слайды, посвященные Дубаю. Давайте. Собственно, здесь есть два графика, которые я посчитала нужно привести. Первый – это динамика цен на готовые апартаменты с 2012 по 2022 год. А второй график – на строящиеся апартаменты за этот же период. И вот что интересно, да, проинвестировав в недвижимость в, там, каком-нибудь, в 2012 году, вы сейчас, в 2022 году сделали бы только небольшой совершенно плюс, потому что еще в 2020 она была на таком же уровне, как в 2012. То есть здесь всегда очень важна динамика рынка на более долгосрочной перспективе. Вложившись, например, в ту же самую недвижимость Берлина в 2012 году, к текущему моменту вы бы сделали существенно больше, чем на рынке Дубая. Поэтому всегда очень важна точка входа и точка выхода. Еще более таким опасным кажется график строящихся апартаментов, потому что здесь он вообще на своем историческом пике сейчас находится. И, в принципе, этот пик, он понятен, потому что с 2020 года у нас есть несколько факторов, которые друг на друга, вот так как бусинки на ниточки, нанизывались. То есть первый был фактор – это то, что Дубай первым открыл границы, потом наложилось экспо, да, сдвинувшееся после пандемии, и сейчас наложился вот этот массовый приток русских, которые заняли, наконец-то, первое место по количеству покупок. На втором месте британцы, на третьем месте индусы. И вот как долго это продлится, да, насколько комфортно инвестору заходить, зная, что он заходит на пике рынка, который, в принципе, имеет историческую тенденцию к определенной волатильности. Волатильности, да. Да, да. И понятна причина, да, почему это делает инвестор, потому что Дубай – это одна из самых таких популярных локаций. Ну, вот думают, зарубежная недвижимость. Ну что, Дубай, конечно. И многие инвесторы, кто туда заходят, они просто не знают, что есть другие локации. Они знают, что есть другие локации, которые и инвестиционно привлекательны, и помогут сохранить капитал, и где можно открыть счет точно так же для международных расчетов. И это, мне кажется, вопрос доступности локации, что вот она у всех на слуху, и именно поэтому туда идет самый большой объем капитала. Это некорректно с инвестиционной точки зрения, но вот, увы, это так. Мы, когда продаем недвижимость Дубая, мы это делаем с большим количеством дисклеймеров, с как раз демонстрацией этих графиков, и, ну, тем не менее, все равно клиенты приобретают. У нас Дубай сейчас на первом месте по объему вложенного капитала за 22-й год. Но при этом у вас, если я правильно вас услышал, вызывает все равно сомнение вот эта волатильность, потому что, ну вот, собственно, мы часто общаемся с компаниями, которые специализируются только на рынке Дубая. Понятно, что было бы странно, если бы они говорили, нет-нет, у нас все плохо, не ходите к нам. Но вот этот вот элемент, когда начнется, когда закончится. Понятно, что там в 2018 или в 2019 году была низшая точка, потом вот график пошел вверх. 22-й год, с одной стороны, говорят, что в 2013-м, 2014-м цены были еще выше, чем сейчас. Они были еще выше в, ну, можем вернуться к графику, в 2014-м они не были выше, чем сейчас. В 2013-м, да. Да, и в 2013-м тоже, то есть они были чуть ниже, чем сейчас, и по готовым, и по строящимся апартаментам, но они были выше, чем сейчас, в 2007-м году, до вот кризиса 2008-2009 года. И поэтому сейчас очень многие инвесторы хотят сыграть вот на этом росте и сыграть в тему с переуступкой, да, когда они покупают, вкладывают там 40% от общего объема цены, да, и потом им девелопер дает разрешение на переуступку. И они хотят там сделать 30% годовых и получить очищенный капитал, вот уже он от продажи недвижимости в Дубае, а не заведенный из России. Но это очень опасная игра, потому что очень большое количество инвесторов хотят такую же коллективную стратегию осуществить. А объемы застройщиков, которые сейчас выводятся на рынок, они беспрецедентны. Объем сделок, совершенных в Дубае, в два раза выше, чем, в принципе, объем сделок, который совершался на протяжении последних там 10 лет. Да, они каждый месяц символизируют рекордах, вопросов никаких нет. Но, тем не менее, вы это направление предлагаете, и вы сами говорите, что сделки идут. Значит, есть какой-то, ну, не знаю, там, условно, что мы поднимаемся на воздушном шаре, где вот тот мешочек с песком, да, который, если что, можно выкинуть с тем, чтобы шар продолжал двигаться. Где вот эти вот точки, позволяющие, ну, либо обойти опасность, либо, наоборот, смело шагнуть вперед, понимая, что результат все-таки возможен. Что это такое в Дубае? Вы знаете, в Дубае очень главное, конечно, правильно выбирать локацию. И, на мой взгляд, локация должна быть та, которая уникальна. То есть Дубай, в чем его опасность? В том, что он масштабируем, и, в принципе, создаются совершенно одинаковые комьюнити без какого-либо ограничения, потому что, в принципе, площадь позволяет, пустыня позволяет. Поэтому, покупая уникальный объект, и уникальный, я имею в виду, не очередной стоэтажный небоскреб, которых там реально много, я имею в виду уникальный с точки зрения правильной локации и правильного потом управления, потому что многие эти небоскребы, которые выглядят шикарно первые два года, потом, на самом деле, начинают выглядеть очень плохо и сложно их продать. Так вот, вот такие объекты, они, как минимум, помогут вам, наверное, с большей степенью вероятности, сохранить капитал. Не знаю насчет приумножить, но сохранить – да. А так, да, у нас вот этот объем сделок, который у нас есть, он совершается, несмотря на все наши… – Предупреждения. – Предупреждения. И понятно, почему, но Дубай умеет, они маркетологи, они прекрасно продают свое направление, да, что вы приезжаете, там везде мрамор, золото, да, панорамные окна, виды. Ну, люди покупают это? – Ну, смотрите, тут есть еще один такой момент, ну, все-таки геополитика играет свою роль, и в Эмираты просто многие переезжают, и, ну, к сожалению, нам всегда хочется быть оптимистом, и как бы, что… но все равно нет ощущений, что завтра или послезавтра спрос вдруг резко упадет, просто не с точки зрения инвестиций, а с точки зрения неба куда-то переехать. – Да, и да, и нет, просто, знаете, что интересно, это бы отражалось в сделках, да, что люди покупают для себя, либо они покупают с целью сдачи в долгосрочную аренду, но покупают-то в основном вообще не для себя, покупают с целью инвестиций с целью перепродать, да, то есть то, что люди туда переезжают для… переезжают на постоянное место жительства, не очень сильно отражается в том, какие сделки на этом рынке проходят. – Понял, тогда вот смотрите, я сразу буду, давайте задавать вопросы, коли они там идут в струю, стоит ли заниматься инвестициями в настоящее время на пике роста цен на недвижимость, и, кстати, это, ну, вообще формально это может относиться не только к Дубаю, да, но мы сейчас видим, что последние два года цены много где росли, по крайней мере в Европе, сейчас они начинают снижаться, ну, и, знаете, когда продавай, когда на снижении, покупай на… – Безусловно, ну, все зависит от предпосылок, вот, знаете, как с рынком ценных бумаг, был долго-долго рост, но это не значит, что вам нужно продать, потому что долго был этот рост. Если есть предпосылки для дальнейшего роста, то, конечно же, надо оставаться в активе, просто на каждый момент времени нужно оценивать будущую ситуацию, есть ли двигатели для дальнейшего роста и какова их вероятность, и как быстро вы сможете продать недвижимость, если ситуация развернется, да, поэтому, например, другие направления, которые росли долго, например, вот Европа, да, она росла в основном после кризиса 8-9 года, тот же самый Берлин, и он рос, например, в 2018-2019 году уже какое-то время. Надо ли было его продавать в то время? Ну, наверное, нет. – Наверное, нет, да, но, к сожалению, со слагательного наклонения, да, история не терпит в этом случае. Хорошо, тем не менее, вы сказали, что есть определенный тип объектов в Дубае, который вам кажется в текущих условиях, ну, скажем так, менее рискованным, просто в силу своей эксклюзивности. Давайте, может быть, посмотрим на каких-то примерах, насколько я понимаю, они у вас есть. – Да, на самом деле я здесь привела презентацию не совсем пример эксклюзивности, да, но здесь очень хорошая локация – Дубай-Марина. Дубай-Марина исторически по количеству сделок на вторичном рынке занимала первое место как комьюнити, уже сформировавшееся. Оно в основном было застроено в 2006-2007 году, сейчас там есть ряд зданий, которые более новые, но их достаточно мало, и там поэтому в основном вторичный рынок идет. И здесь тоже очень важно выбирать объект, который хорошо управляется и в нормальном состоянии. Вот апартаменты, которые здесь мы подобрали, они готовы, их можно сдавать в краткосрок, и при этом с минимальной реновацией они должны сдаваться прямо очень хорошо и будут при этом ликвидными на вторичном рынке, потому что само здание в хорошем состоянии находится. И вот подобные какие-то объекты, да, там не очередной небоскреб с брендом под 100 этажей, да, где ценник за квадратный метр в три раза выше, вот такие объекты, они позволят вам быстро выйти и не потерять. Вот, наверное, это такая ключевая цель в Дубае, которая может быть. Хорошо, тогда если мы говорим, выбираем между двумя целями, между двумя возможностями заработок на аренде и заработок на перепродаже, означает ли это, сказанное вами, что в Дубае сейчас все-таки лучше подбирать тот вариант, который позволяет зарабатывать на аренде прямо вот практически с того момента, когда ты приобрел объект? Ну, я бы сказала, что да, потому что если цель в дальнейшем вывести капитал, да, и получить чистый источник дохода, то объект, который уже генерит доход, он безопаснее, он безопаснее, он более ликвиден, потому что в новостройках, на стартах продаж со сроком сдачи в 26-27 году очень много покупают, большое наличие остается еще и у девелоперов, и многие потом выводят это на рынок, все с копом, пытаясь это перепродать, и в итоге перепродать это очень сложно. Вот тут даже в комментариях, я вижу, пишут про неликвидный рынок на вторичке, но это действительно так, действительно так. Когда много продается первички, кто думает о вторичке, да, своя логика в этом есть. Когда мы говорим, вот хорошая управляющая компания, хорошо управляется, имеет это в виду управляющая компания? Управляющая компания именно домом. Я имею в виду не при сдаче в аренду, а вот общими зонами, потому что в Дубае очень частая история, что с жилой, что с коммерческой недвижимостью, с офисной, что спустя пять лет здание абсолютно не в товарном виде, просто потому что управляющая компания плохо управляет. Ну, то есть, условно говоря, вот эта схема, заранее проверяй, узнавай, смотри, вот та управляющая компания, которая здесь будет, какой у нее бэкграунд, что она до этого делала. В Дубае это работает как нигде, по-вашему. Да, это работает, и нужно все эти вопросы задавать вашему агенту по недвижимости. Если он сам их не поднимает с вами, значит, в экспертизу оставляет желать лучшего. Вот и все. Понятно. Хорошо, давайте от Дубая ненадолго перейдем. Мы говорили про Дубай и говорили про Таиланд. Да. По Таиланде, опять же, по нашим ощущениям, как мы на приа не видели, был некоторый, вот Таиланд стартовал активно, так бурно, чуть позже, просто, возможно, из-за, опять-таки, чисто сезонных факторов, поскольку Таиланд, это осенний, зимний, весенний, да, летний он в меньшей степени. Но сейчас там бум, сейчас там тоже такое условное безумие, если мы, по крайней мере, если мы про Кукет говорим. Ваши ощущения? Слушайте, ну, здесь рынок Таиланда, он совершенно другой, вот, там другой контингент, другой источник спроса, и в Таиланде, безусловно, там он очень сильно отличается от рынка Дубая количеством предложения на первичном рынке, в первую очередь. То есть дубайские застройщики, они, у них всегда очень большое предложение, и сейчас, видя спрос на рынке, они его быстро и массово выводят. А на Пхукете, наоборот, предложения нет, то есть во время пандемии никто не знал, когда оно закончится, и все местные девелоперы практически не работали над тем, чтобы добавлять какие-то проекты в свое портфолио. И поэтому сейчас на рынке качественных предложений практически нет. И это, по факту, рынок вторички, и вторичка вся улетает, и она очень быстро дорожает. И поэтому, на наш взгляд, инвестор на рынке Таиланда, особенно инвестор в качественную первичную недвижимость, находится в более выгодном положении, просто потому что спустя, например, там, 2-3 года он будет, по сравнению с другими продавцами на вторичке, иметь лучший продукт, который он будет продавать. Поэтому он будет более ликвиден. Когда вы говорите о рынке Таиланда, вы имеете, ставите знак равенства с рынком Пхукета? Или, в общем, не только Пхукет? Ну, мы продаем не только Пхукет, потому что, на самом деле, наш руководитель направления Таиланд, она жила там 5 лет, 7 лет занимается местной недвижимостью, и она жила и на Самуи, и в Бангкоке, и она прекрасно знает весь рынок. По Таиланде тоже мы можем предложить, но большая часть делок совершается именно на Пхукете, и традиционно наш спрос весь на Пхукете, потому что там самая развитая инфраструктура, и много международных школ, и больницы, и международные госпитали, и все, что нужно. Поэтому, как правило, в основном едут туда. И, кстати говоря, еще один фактор не упомянула, конечно же, это возвращение китайцев на рынок, который все очень ждут, потому что Таиланд, это один из основных рынков спроса, это Китай, и сейчас вот, да, русские выкупили ту вторичку, которая была, и цены поднялись, и китайцы еще вернутся на рынок, предполагается, что где-то январь, конец января, февраль, может быть, март, и это будет еще один, да, еще один толчок. Что в Таиланде? И вообще, вот тут тоже момент. Все-таки всегда считалось, что инвестиции в недвижимость для заработка, это инвестиции в долгую, да, там, лучше 5, а лучше еще там 10, 12, 15 лет. В случае с Таиландом, и опять же, может быть, перекинем мостик от Дубая, вот история, связанная с, купил на статье Котлована через пару лет, когда решили продать, продал, там, заработал 30%, очень красивая история, но она все-таки не классическая с точки зрения инвестиций, да, вот как она обычно воспринимается. В Таиланде, мы тоже сейчас говорим на период 2, 3, 4 года, или все-таки это более длительная история? А в Таиланде можно делать и флип, да, то, что вы говорите, инвестировать там в рассрочку с старта продаж, и потом перепродавать, когда объект ввелся в эксплуатацию. Это все прекрасно работает, можно зарабатывать, ну, в Таиланде примерно 25% за время строительства, может быть, 30, и мы говорим про 2 года, то есть 15 годовых получается. Но большая часть сделок, я посчитала, это 80% от общего числа сделок наших по Таиланду, это продукты с фиксированной доходностью, застройщика, которого мы эксклюзивно представляем в России, Пукет-9, они дают 7% фиксированную доходность на 5 лет, и, собственно, для многих инвесторов это такая альтернатива депозиту, каким-то другим валютным инвестициям, и вот берут в основном их. Оставшиеся 20% это либо апартаменты, которые больше по площади, и они без программы гарантированной доходности, либо это виллы, преимущественно виллы. Окей. Ну, давайте мы о гарантированной доходности поговорим чуть позже, а сейчас тогда несколько слов о примерах, может быть, тех объектов, которые вы, может быть, по Таиланду. Да, по Таиланду, сейчас я пролистаю. Дальше, дальше. А вот в общий году? Да, давайте, да. Да, Таиланд, сейчас, да, все правильно. Здесь от 100 тысяч долларов стартовый чек, что тоже для многих важно, это очень такой приемлемый порог входа, существенно ниже, чем в том же самом Дубае. Доходность, как правило, варьируется где-то до 8% годовых. И при этом сейчас курс БАТа, по прогнозам экономистов, будет более выгодным, он будет расти относительно доллара к следующему году. Поэтому, делая инвестицию сейчас, вы еще на разнице валюты потенциально можете заработать. Собственно, здесь можно также получить инвестиционную визу, сделать визу Таилит. И вот среди объектов, ну, я про него, наверное, позже расскажу, как раз где фиксированная доходность. Это наш эксклюзивный проект у пляжа Корон, 7% годовых на 5 лет. А, и, кстати говоря, вот мне буквально перед вебинаром сообщили, сейчас вышли сегодня буквально в продажу две виллы с несколькими спальнями, рядом детский сад, рядом школа, 371 тысяча долларов, получается, за две спальни. Если кому-то интересно, то, пожалуйста, оставляйте заявки, они уйдут очень быстро, вторичка там разлетается. Я попрошу после еще контакты опубликовать, Екатерина, еще раз в чате. Несколько раз это будем делать, просто потому что новые зрители подключаются, чтобы можно было, скажем, по завершении вебинара связаться тогда с нашим экспертом и уже пообщаться более предметно, коль такой интерес у вас возникнет. Опять же, если мы говорим о арендных перспективах, ну, сезон начинается, то есть здесь успех Таиланда тоже, в общем, довольно очевиден. Ну, все, ковид, жесткая фаза закончилась, вроде там с июля последние ограничения в Таиланде сняты, соответственно, можно... Да, и сейчас цены еще не поднялись до предпандемийного уровня, то есть мы думаем, что сейчас такая оптимальная точка входа, когда видно, что последствия пандемии постепенно начинают устраняться, да, но цены еще не пошли прям такой зеленой стрелой вверх, как они это сделали в Дубае, да, то есть это такая немножко более ранняя фаза роста цен на рынке. Вячеслав спрашивает, мы говорим о 7%, 7% в батах. 7% в батах. 7% в батах. Еще один момент, наверное, его сразу следовало оговорить, но потом мы к нему вернулись, но можно дать чуть пораньше. Вот вы предлагаете, как мы уже говорили, там, и рассматриваете сейчас 8 стран, и вы в самом начале сделали важную оговорку, что одно из преимуществ этих стран, это... Одно из преимуществ этих стран, это то, что в России можно, из России можно туда переводить деньги. Я... Вы пока отвечайте, я на секунду... Артюш, у меня зарядка в компьютере почему-то стала потише, сейчас я должен буду просто переключить его, вы продолжайте отвечать, сейчас я вернусь, секунду. Да-да-да. Собственно, по поводу оплаты из России. Во-первых, недружественные страны, они, естественно, обычно из российских банков нельзя их оплачивать, но и по Кипру, и по Великобритании есть определенные способы и причины, почему платежи проходят из России. Мы можем по этому поводу отдельно в личном порядке обсудить и объяснить, как это происходит. А то, что касается дружественных стран, я бы здесь хотела отметить, что здесь есть дополнительные способы, помимо оплаты банковским переводом SWIFT, поскольку сейчас во многих банках появляются дополнительные комиссии за покупку валюты, за перевод валюты, тот же самый Рефайзен, там достаточно такие существенные, порядка 5% общей сложности получается. Поэтому многие клиенты, им нравится возможность оплаты в рублях. Так, например, у нас есть возможность оплаты в рублях по Таиланду, по Бали и по Дубаю, по вторичному рынку, как правило, когда вы что-то покупаете на вторичке, там нужен менеджерс чек. Вот мы во всех таких случаях можем принять оплату в рублях, что, естественно, возможно, с дальнейшим развитием ситуации и закрытием других методов платежей будет возможно оставаться чуть ли не единственным вариантом. И вот он есть и он доступен. Ну вот есть одна из наших зрителей сомнения, то есть он как раз приводит свои аргументы против, находясь сейчас в Таиланде, говорит, что вопрос о назначении собственности, вопрос о управляющей компании, многие объекты плохо управляются. Ну, это, кстати, вечная история. Я думаю, что это даже в Германии, в общем, сталкивался, что управляющая компания – это история такая. И обещание о 7-10% фиксированной доходности по факту получается 5 после всех вычетов. Ну, мы про фиксированную доходность, я думаю, с вами отдельно, да? Мы сегодня обязательно затронем этот вопрос. Да, я отвечу на первые две части, которые не про фиксированную доходность, про нее отвечу позже. Собственно, здесь про назначение собственности не очень поняла. Да, на самом деле, есть виды собственности лисхолд и фрихолд, и это как бы факт практически во всех азиатских странах, что, как правило, недвижимость, она приобретается в лисхолд, а не в фрихолд, то есть это форма владения, ограниченная по собственности. То, что касается назначения, то большая часть юнитов продаются как отельные апартаменты, и они, да, естественно, очень сильно зависят от качества управления. И на Пхукете есть объекты, которые спустя два года под управлением одной компании выглядят так же, как объекты другой компании, которые управляются уже 10 лет. И поэтому, если вы находитесь на Пхукете, можно поехать, да, и сравнить объекты, например, того дезинфицировщика, с которым мы эксклюзивно работаем, Пхукет-9, можно посмотреть их объекты, которым уже 7-8 лет, и удостовериться, что они действительно очень хорошо управляются и выглядят практически как новые у некоторых других операторов. То есть качество может разниться очень сильно. Окей. В самом начале, когда мы перечисляли страны, мы говорили о таких топ-направлениях. Безусловно, и Дубай, и Таиланд, ну и Турция, о которой мы сегодня особо говорить не будем, они в топе, тут спора никаких нет. Давайте теперь немножечко о направлении, которое к топу подходит, но, в общем, чуть-чуть в тени, может быть, держится. Вы говорили об Азии, и, соответственно, поговорим об Индонезии, о Бали. И конкретно, что там, почему там, какой ваш взгляд на это направление? Вы знаете, я считаю, что Бали – это одно из самых перспективных направлений, в принципе, в инвестициях в зарубежную недвижимость. И количество сделок, которое мы сейчас видим, оно является отражением этого. Я думаю, что в 2023 году оно обгонит многие другие направления и по количеству, и по объему инвестируемого капитала. Собственно, я сейчас в презентации покажу несколько слайдов по Индонезии. Там средний чек уже, точнее, стартовый чек уже выше, чем в Таиланде, от 165 тысяч. И экономика Индонезии, она показывает очень хорошие перспективы. И по росту ВВП он за последние 50 лет в среднем составлял 5% в год, что, на самом деле, мало кто может такими результатами похвастаться. Во-вторых, уровень инфляции в Индонезии один из самых низких. Сейчас он порядка, наверное, 5-6% и сравним с показателями той же самой Швейцарии. Помимо этого, в Индонезии очень высокая сейчас заполняемость, когда у нас туристы международные начинают возвращаться на рынок. Собственно, вот по этому году, это еще до саммита большой двадцатки, статистика, 7 миллионов пассажиров принял международный аэропорт Бали, и из них порядка там меньше 30% были международные пассажиры. Если мы говорим про статистику до пандемии, то пассажиров международных было практически столько же, сколько местных. Поэтому потенциал роста туризма, он еще есть. И здесь важно посмотреть на динамику развития заполняемости и цен. Вот сейчас на экране график заполняемости в одном из самых популярных районов Бали – это Чингун. Собственно, он, как видите, восстановился после пандемии и сейчас находится на показателях 90 плюс процентов. Это средняя заполняемость. При этом сейчас средняя ставка, это вот следующий слайд, составляет за отдельный объект недвижимости 300 долларов за ночь, за элитный объект 400 долларов. Но если посмотреть, вот здесь график он идет с 2017-2018 года. В 2018 году были такие всплески, когда ставка средняя за ночь поднималась до полутора тысяч долларов. И если мы говорим про количество объектов на Бали, то в отличие от того же самого Дубая, на Бали есть ограничения по строительству. Так объекты не могут быть выше 15 метров, а в некоторых зонах вообще 12 метров. И большая часть фонда состоит, номерного, да, отельного на Бали, состоит из вилл, которые сдаются там на Airbnb и на Букинге. И таким образом на Бали есть как раз-таки вот эти все предпосылки для роста недвижимости в дальнейшем с развитием международного туризма. И когда будут, когда будет все больше и больше туристов приезжать, то метод отсеивания будет именно по повышению ставки за ночь. И таким образом, конечно же, это будет отражаться на цене недвижимости, потому что доходная недвижимость, она всегда оценивается от того дохода, который она может генерить. И вот вкратце по, в принципе, тому, что может приносить недвижимость на Бали, это где-то от 10 до 20% годовых чистыми на руки до налогов. От сдачи в краткосрочную аренду. И помимо этого, это прирост где-то от 30 до 60% за время строительства. А время строительства где-то 18 месяцев, 2 года. Вот так. То есть здесь можно осуществлять и ту, и другую стратегию. Если мы говорим о краткосрочной аренде, сейчас эта история пугает многих, может быть, еще больше, просто потому что, опять же, про Индонезию я слышал разное. И то, что, например, культура обслуживания, культура управления, например, в том же Таиланде, она выше. Я могу еще раз говорить, это одно из мнений. И, собственно, здесь нет истины в последней инстанции. Это просто вот такие мнения есть. Насколько вы видите высокий стандарт здесь? Вы знаете, я вот сама недавно вернулась с командировки на Бали. Я туда ездила в сентябре, и, конечно же, есть не очень хорошие объекты. Они есть везде. Но на рынке Бали намного больше элитной недвижимости, которая соответствующим образом управляется. То есть средний чек инвестиций на Бали, он существенно выше, чем в том же самом Таиланде. В основном клиенты покупают виллы за 500-600 тысяч, и они соответствующим образом управляются. Их аккаунты на Airbnb и на Booking имеют рейтинг обычно от 9 баллов, что, естественно, очень высоко. Поэтому, безусловно, на каждом рынке есть уставшие объекты, есть девелоперы, которые некачественно строят. Есть ряд девелоперов, и русских, кстати, в том числе на Бали, которые так строят, что виллы нужно ремонтировать в первый год после их сдачи. И именно для этого нужен эксперт, который вам даст правильную оценку и подберет правильный объект, который будет хорошо. Пару слов. Просто был тоже вопрос. Мы как-то его проскочили. Постараемся, друзья, ответить на все вопросы, которые здесь есть. Про право собственности. Но отдельно в Таиланде вы просто сказали, Лесхолк, Фрихолк, и про право собственности на Бали. Просто для тех наших зрителей, кто... Да, на Бали это тоже Лесхолк. И если в Таиланде можно купить практически всегда при желании недвижимости во Фрихолк, там есть определенный процент, который можно продавать в каждом проекте таким образом, то на Бали очень часто покупка во Фрихолк, она в принципе невозможна. Это зависит от того, в каком статусе изначально застройщик приобрел землю. То есть если он изначально ее взял у местного индонезийца на правах Лесхолда, то при большом желании он вам Фрихолк все равно не продаст. И как правило на Бали Лесхолд он короче, чем в Таиланде, хотя не везде. В Таиланде срок Лесхолда обычно 90 лет, а на Бали там такая история, первый срок Лесхолда, он включен в цену, он варьируется обычно, ну скажем, от 25 до 45 лет. И потом есть в контракте уже прессогласованный второй срок, на который можно продлить недвижимость. И собственник не может отказаться от этого продления. Но за это продление нужно будет заплатить рыночную цену. Сейчас рыночная цена это примерно 1000 долларов в год за сотку за продление. Таким образом максимальный срок сейчас на Бали составляет, там может быть в совокупности до 95-97 лет. Но при этом есть объекты, которые продаются и в Фрихолд. Просто они очень редко встречаются. И стоят дороже примерно в два раза. Хорошо, давайте перед тем, как мы пойдем дальше уже по тем странам, которые вы представляете. Два вопроса было от наших зрителей. Они все-таки интересуются вашим отношением и вашим взглядом на Грузию. Вы в двух словах об этом сказали, и вы действительно работали, и предложений как бы много. Вы что можете сейчас сказать с инвестиционной точки зрения? Ваш взгляд на инвестиции в Грузию и на вложения? Я думаю, что всегда инвестору стоит отталкиваться от показателей доходности и ликвидности и рисков. Инвестор из России, он как правило хочет уйти как минимум от геополитических рисков. В Грузии их очень много. Это момент номер один. С точки зрения доходности, многие девелоперы, которые строят в Батуми, и в основном у нас инвесторы покупают в Батуми, нежели чем в Тбилиси, они строят, во-первых, не очень качественно, во-вторых, они выводят на рынок очень большие объемы апартаментов. Апартаментов и обычных, и отельных. И сейчас даже они не заполнены там с высокой… Мы не видим цифр там 90% заполняемость, 95%, как мы видим, по тому же Бали или по тому же Аману, про который мы сейчас будем говорить. И когда вывезется такой огромный объем предложения на рынок, где будут туристы, которые будут туда приезжать и создавать вам поток дохода. Я думаю, что вероятность того, что эти объекты будут заполнены на вот эту нужную цифру, он очень низкий. И на эту же доходность накладываются геополитические риски, которые в этом регионе, они, безусловно, присутствуют. Сейчас геополитические конфликты обостряются по всему миру. Поэтому в совокупности, ну, зачем туда идти, если доходность такая же или меньше даже, чем в некоторых других странах, где таких рисков нет? Окей. Наверное, один вопрос. Окей. Мнение Екатерины Орловой к вашему вниманию. Хорошо, давайте теперь поговорим о тех проектах, которые, вот, о тех направлениях, которые новые. Да, совсем-совсем новые. Вы сказали, что там год назад их у вас в портфеле, по сути, даже не было. Сейчас они появляются. Что это, как они появляются, откуда и почему именно эти? И, может быть, назовете еще пару направлений, которые вы исследовали, и они вам не понравились, не подошли, и вы с ними не работаете. Начну с того, что нам подошло, с чем мы работаем. Первая страна – это Аман. Я сама оттуда вернулась в октябре. И с Аманом мы начали работать, когда определенные американские чиновники съездили в Дубай летом, и появился комплайенс на российский капитал в Дубае. То есть раньше можно было оплату перевести с российского счета, и никто не спрашивал про источник, про документы на этот капитал. Сейчас же иногда стали появляться запросы, уже после того, как клиенты перевели средства, показать источник. И, конечно же, для Дубая это новый виток развития, уже в сторону немножко Европы. Помимо этого, к Дубаю, в принципе, очень большое внимание, потому что понятно, что в основном российский капитал, он двигается именно туда. Аман – он такая альтернатива, более тихая, спокойная и не особо видимая вот в этом международном поле. Не очевидно, что российский капитал будет идти в Аман. И именно поэтому эта локация интересна, потому что помимо вот этой своей невидимости, она, как оказалось, еще достаточно инвестиционно привлекательна. Я пару слов скажу про Аман, потому что, я думаю, мало кто вообще про него знает. Это соседнее государство рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами. На самом деле, Эмираты, они откололись от Амана в 1970-х годах. Вот, и Аман, он на самом деле по площади достаточно большой. В основном там иностранцы могут инвестировать в так называемые интегрированные туристические комплексы. Их всего 4 на территории Амана, и мы со всеми ними работаем. Местная валюта, она точно так же, как Дирхам, она привязана к доллару. И здесь один аманский реал – это 2,6 доллара на текущий момент. Собственно, здесь что интересно? Здесь, во-первых, можно получить ВНЖ, точно так же, как и в Дубае, но здесь нет минимального порога. То есть если в Дубае нужно на 205 тысяч долларов приобрести недвижимость, то здесь можно любую недвижимость купить. И срок получения ВНЖ при покупке от девелопера, он существенно быстрее, чем в Дубае. В Дубае вам нужно будет title deed при покупке от девелопера получать 3-4 месяца и еще месяц получать сам ВНЖ. А здесь регистрируют недвижимость быстрее, за 6 недель, и еще за неделю выдают ВНЖ. И помимо этого, здесь можно с покупкой практически любой недвижимости, в том числе и строящейся, чего нельзя сделать в Дубае, открыть местный счет. Счет мы помогаем открывать в крупном государственном банке. Делается это быстро, за 10 дней после подписания SPA, и набор документов минимальный. И счет в местном банке дает вам доступ, во-первых, ко всем финансовым рынкам, в том числе и Европы, и Штатов, и Ближнего Востока, и Азии, и дает вам очень хорошее, адекватное обслуживание. Там есть priority пакет, есть private banking. И на фоне, кстати говоря, последнего закрытия счетов россиян в Турции и ограничений на переводы средств, что, опять-таки, связано с очень высокой видимостью российского капитала в Турции, вот Оман, он является очень хорошей альтернативой. Я думаю, что до Омана еще совсем не скоро доберутся. Какая история инвестиций в Оман и история этого рынка как таковая? Смотрите, там все зависит, на самом деле, от правительства, от его вектора. Последние 50 лет страной правил Султан Кабус, которого все очень любили. Он страну, на самом деле, поднял к колену. Там было 10 километров асфальтированных дорог, сейчас их там сотни тысяч километров. Также он построил очень много школ, в том числе международных британских школ. Он построил много госпиталей и создал всю необходимую инфраструктуру в стране. А новый Султан, который пришел к власти два года назад, после того, как Султан Кабус скончался, он берет направление на инвестиционное развитие страны. Он уже, самая основная цель, это перевести экономику с рельсов нефти и газа на сектор услуг. И, собственно, они развиваются в направлении логистики и в направлении туризма. Конечно же, они очень далеки сейчас еще от Дубая, вот в этом втором направлении по туризму. Но уже видны подвижки в этом направлении. И вот один из объектов, который я рекомендую к инвестициям, он как раз на курорте страны в основном, Салала. Чем интересна Салала? Для меня лично она была большим открытием. Она, благодаря своему графическому положению, она является таким как бы как оазисом. Там горы закрывают город от вот этой вот изнуряющей жары, которая во всем Ближнем Востоке, 50 градусов. Летом в Салале там 28 градусов. Поэтому, представляете, да, что весь Ближний Восток съезжается в Салалу с мая по сентябрь, когда там идут дожди, когда там 28 градусов, и все зеленое, все цветет. Поэтому в этот сезон там заполняемость близится к 100%. А уже где-то с октября по апрель приезжают европейцы. И в этот, ну, естественно, потому что там тепло, и температура сохраняется на уровне 30 градусов круглый год. И при этом Аравийское море очень комфортное для отдыха, похоже там чем-то на Турцию, на мой взгляд. И поэтому заполняемость в этот сезон 75%. И в итоге, когда мы считаем Айрар от таких инвестиций, да, вот у нас сейчас, сейчас я покажу конкретный проект, который рекомендуем. Виллы под управлением пятизвездочного отеля на берегу моря, там до моря 5 минут пешком от этих вилл, они в реальности приносят 12-14 годовых. И это freehold. Это полная безраздельная собственность. Да, продолжайте, продолжайте. Да, да, да. И при этом собственное проживание неограничено. И, на мой взгляд, Аман, это будет топовое направление для россиян в том числе. Сейчас открываются прямые рейсы Аман-Эйр. И в Турции, да, там сезон заканчивается. Вот уже там в ноябре, наверное, плавать уже нельзя практически. А в Амане сезон круглый год. И поэтому это могло бы стать туристическим направлением, именно зимним, до которого относительно недалеко лететь. Это там Небали, да. По Амару сразу несколько вопросов от наших зрителей. Во-первых, кто сейчас основные инвесторы? И вообще до вашего приезда туда, что было в Амане там, да? А до нашего приезда было все точно так же, как и после нашего приезда. Знаете, кто основные инвесторы? В первую очередь это сами Аманцы, во вторую очередь это инвесторы со всего Ближнего Востока. Вот мы сейчас, думаю, что единственные и первые, кто в России продвигает это направление. Вот даже, Филипп, мы у вас на портале первыми создаем эту страну для листинга. Да, у нас Амана не было, но, милости просим, интересно. Да. Несема интересно. Вот, поэтому здесь и ликвидность будет соответствующая. Она никаким образом абсолютно не зависит от россиян. Вы представляете, да, что-то случится, и россияне не смогут инвестировать на рынки Дубая. Рынок просядет же моментально, а здесь запретят что-то, не разрешат. Здесь основной рынок местный, и он высоколиквидный. Поэтому здесь безопасность инвестора иностранного, она достаточно высокая. Хорошо. Вот еще один вопрос про Аман. Счет в банке Аман открывают только при наличии ВНЖ, а иностранцам без этого статуса банки отказывают или нет? Нет. Как это происходит? Нет. Я вот только что сказала, что при наличии договора о купле-продаже недвижимости, в том числе и в строящихся объектах, наш контакт в банке подтвердил, что он будет открывать счет. Мы доказываем такую услугу, сопровождение в открытии счета, поэтому если вы покупаете объект, еще до наличия ВНЖ можно будет открыть счет. И сделать это можно будет очень быстро, буквально за 10 дней. Ну, удаленная покупка там тоже вполне возможно в Амане. Удаленная покупка возможна, но для открытия счета, конечно же, нужно будет приехать. И вот я про авиаперелеты не слышал, то есть через некоторое время из РФ будут летать? Уже. Уже Аман-эйр открыл продажи. Интересно. Окей, хорошо. Ну, давайте тогда еще перейдем к Бразилии, о которой мы говорили. Итак, а если человек-резидент Эмиратов, упрощает ли это, что он в Амане? Да, наверное, не совсем. Ну, то есть резидент GCC, он будет иметь там определенные возможности с точки зрения бизнеса и так далее, но именно для открытия счета нужна причина в Амане. Да, и такой причиной в данном случае у нас является наличие недвижимости. То есть если вы потом продаете объект, то счет, конечно же, закроют. Насколько развит рынок управления недвижимостью в Амане в плане сдачи в аренду? Безусловно, развит. То есть в каждом проекте, это, во-первых, гигантские проекты, потому что в Амане там нельзя просто взять и построить какое-то одно здание, там многоапартаментное, там в основном застройщики очень крупные, они строят такие проекты-гиганты со всей инфраструктурой. Например, вот этот объект в Салале, который я показывала, там есть все рестораны, кафе, несколько отелей, апартаменты, виллы, первый аквапарк в Амане, единственный пока что. И, естественно, для всего этого есть управляющие компании, которые и в целом управляют общей инфраструктурой, и те, которые сдают отдельно в аренду. Вот этим, кстати, интересны виллы, потому что они единственные в проекте, включаются в арендный пул пятизвездочного отеля. Есть и другие объекты, но там будет управляющая компания их сдавать отдельно и создавать на каждый объект собственный аккаунт на Airbnb и на Booking. Окей, хорошо. Вопросы, друзья, ваши вижу, обязательно задам их Екатерине. Давайте теперь перейдем к Бразилии. Мы с вами говорили уже о ней, потому что вы, ну, если Аман пришел осенью, тост о Бразилии, мы стали говорить еще весной 2022 года. Несколько слов о возможностях Бразилии. Давайте сейчас тоже. Да, про Бразилию очень быстро пройдусь. Бразилия не так давно тоже в нашем портфеле. Здесь интересно, что это объект под управлением очень крупного оператора. Это оператор Атлантика, то есть это пятизвездочный курорт на берегу моря. Он уже наполовину построен, и оставшаяся половина, она в процессе строительства. Но он уже функционирует, и, соответственно, имеет рейтинг 8,5 на Booking, и там порядка 800 отзывов. Оператор – это Атлантика, которая владеет 150-ми отелями в Латинской Америке, и пользуется такими брендами, как Sheraton, Accor, Hilton, собственно, Redison и так далее. И здесь есть апартаменты, которые будут управляться как раз-таки этим оператором. Первые два года здесь фиксированная доходность. Она здесь дана больше для того, чтобы инвестору обеспечить минимальный доход на время, когда объект еще раскручивается. И дальше, после того, как этот период проходит, по нашим расчетам, получается примерно от 10 до 14, а то и даже до 16 годовых, в зависимости от заполняемости. И это с расчетом, с текущими ставками, которые сейчас на аренду есть уже в курорте. Но это в Реалах. Это в Реалах. И я бы не… Не надо сильно бояться Реала, на самом деле, потому что Реал – это чуть ли практически не единственная валюта, кроме рубля, которая отрастала за последние 12 месяцев относительно доллара. У нее были периоды роста. Ну, у меня свои. Своя специфика, да. Да, да. Вот, потому что там тот же самый евро стабильно в основном падал, а Реал, он вот на сегодня такой же курс, как 12 месяцев назад. И инвестор имеет возможность регулировать свои валютные риски. То есть управляющая компания готова ему переводить доход конкретно в ту дату, которую укажет инвестор. Таким образом, инвестор может смотреть, когда ему выгоднее курс, и просить управляющую компанию перевести именно в эту дату. У нас, кстати говоря, было уже несколько сделок по Бразилии, вот, и все проходит прекрасно. Единственное, что там немножко более сложный вопрос с оформлением, потому что там нужны нотариальные документы. То есть если там на Бали и в Таиланде там минимальный комплект документов, можно расплатиться рублями и приезжать не нужно, то в Бразилии тоже приезжать не нужно, но комплект документов просто будет побольше. Вопрос, Ольга, все вопросы приедут, вижу, обязательно поговорим. Вот вернемся к началу, у вас, может быть, слайд показывать не будем, но вообще, по вашим ощущениям, спрос на зарубежную недвижимость по сравнению с прошлым годом, с 2019, вырос ли он? Если да, то на сколько? Ваши ощущения? Ну, тут даже не ощущения, здесь есть статистика, по сравнению с предыдущим годом, спрос вырос со стороны россиян примерно в 4 раза. Объем продаж вырос, объемы, точнее, инвестируемого капитала вырос где-то в 4 раза. Ну, мы вот про объем реальных сделок говорить не можем, у нас такой цифр просто нет, в отличие от наших коллег от Нутромарк Релла стоит, у нас цифр в 3-3,5, но тут очень зависит сильно от компании, потому что вы работаете в основном, Екатерина, в значительной степени, и в том числе с премиальными объектами, возможно, там с объектами с большим человеком, интерес к ним. Да, здесь дело в том, что сейчас намного быстрее инвесторы принимают решения. Если раньше многие сравнивали с другими продуктами, например, с рынком ценных бумаг, с рынком каких-то высокорисковых активов, типа венчурных инвестиций, IPO, гриптовалюты и так далее, то сейчас таких сравнений стало существенно меньше и как бы решительность инвесторов увеличилась, да? Ну, по понятным причинам, конечно же. Очень многие продают в Москве недвижимость и ждут выхода капитала отсюда, чтобы переложиться за рубеж. Даже те, кто раньше никогда этого не планировал, вот события последние. Так, к сожалению, события совсем не веселые, но такая жизнь у нас сейчас. Окей, давайте перейдем как раз к тому, о чем мы говорили в начале, о объектах с гарантированной доходностью. У нас зрители как раз ждали, задавали вопросы по эти объекты. И здесь как раз то, что каждый раз, хотя мы уже с вами общались, и я и ответ знаю, но все равно, когда вы говорите о том, что перевести деньги из России и называете Великобританию как страну, где это возможно, тут как раз возникает вопрос, не была ли это оговорочка. Несколько слов о Великобритании, как и что. По Великобритании у нас на самом деле пока что, не могу сказать, как будет к концу года, пока что Великобритания обгоняет даже Таиланд по количеству сделок по объектам с фиксированной доходностью. Это, конечно, удивительные показатели, учитывая, что Великобритания не дружественная страна. Собственно, вот на экране показатели вот этих инвестиций. Понятно, да, почему инвесторы хотят заходить в этот продукт. 8% годовых на 10 лет, фиксированная доходность, ежегодная доказация на инфляцию. Там вот в чате был вопрос про реальную доходность, которая с учетом всех расходов получается на руки. Вот здесь она где-то 7,2-7,3 с учетом всех налогов. Про Таиланд я тоже отдельно скажу, что там получается на руки. Вот здесь рост цен на вторичном рынке 5-10% в год. Последний год он был даже выше. Посмотрим, как будет дальше. И есть опция обратного выкупа, как запасной план по выходу из инвестиций. И, собственно, достаточно приемлемый стартовый чек. 130-180 тысяч фунтов в зависимости от того, какая модель коттеджа. Почему можно оплачивать? Вот такие дома, сейчас я их покажу крупным планом, они изначально строятся на фабрике, в фабричных условиях, согласно определенного юридического стандарта для постоянного места жительства. И благодаря налоговым особому, налоговым положениям в Великобритании, они могут быть классифицированы как движимое имущество. То есть их ставят на шасси. И благодаря вот этим шасси в Великобритании можно получать налоговый вычет на 95% от их стоимости и не платить подоходный налог. Что, конечно же, для многих инвесторов, в которых уже есть доход в Великобритании или которые покупают большое количество объектов, для них это большое преимущество. И для нас в России это тоже оказалось большим преимуществом, потому что по и нашему законодательству такие объекты в итоге являются движимым имуществом. И именно на основании этого российские банки пропускают платежи из России в Великобританию, потому что мы платим не за недвижимость, которую оплачивать запрещено, а за движимое имущество. А в инвестиции в этой есть составляющая недвижимости, это земля, но земля, она идет в подарок. Есть такое понятие в Великобритании, как оплата за пепперкорн, за перчинку, то есть за ничтожную малую сумму. Вот земля, она по контракту переходит за вот этот самый пепперкорн. И именно поэтому оплата, она возможна. И, собственно, многие этим пользуются и до сих пор оплачивают из России. Платежи проходят, доходят, сделки продолжаются. Я, может быть, попрошу сейчас своих коллег. У нас не так давно мы публиковали материал, они называются иногда еще лоджи, но вот об этих вот проектах в гостиничных комплексах. Если коллеги мои сейчас смогут найти и опубликовать ссылочку в чате, я думаю, она будет актуальна, интересна. Может, посмотреть подробности. Екатерина, как раз довольно подробно про такие объекты рассказала. Да, я здесь буквально пару слайдов с аналитикой хотела бы привести, потому что многие спрашивают, как кризис 2022 года вообще сказался на этом секторе. Так вот, в общем-то, как это было до пандемии, до текущего кризиса. Большая часть британцев путешествует по стране. На данный момент это порядка 60%. А второй слайд для меня лично оказался очень интересным. Мы это готовили для вебинара, который мы проводили на прошлой неделе. Вот здесь, посмотрите, серыми столбиками – это сколько тратят британцы в стране в определенных ценовых диапазонах. И желтые столбики – сколько они тратят за рубежом. Так вот, как видите, за рубежом британцы больше всего тратят в сравнительно небольших диапазонах до 500 фунтов за отпуск и от 500 до 1000 фунтов за отпуск. А когда мы переходим к диапазонам там уже тысяча полторы, полторы-две, две-две с половиной, серые столбики начинают обгонять желтые столбики, что значит, что на самом деле британцы тратят на отпуск в великобритании больше, чем за рубежом. Для меня это было большим открытием. Потому что на самом деле всегда казалось, что зарубежный отпуск должен быть дороже. Но вот такая статистика, она очень наглядная, и она показывает, почему сектор внутреннего туризма, он остается одним из самых надежных, потому что в любом кризисе он, наоборот, выигрывает. И более того, что было достаточно гениально, здесь управляющая компания, поскольку это модель self-catering, то есть самообслуживаемые домики с собственной кухней, с террасой, с джакузи и так далее. Так вот, здесь сами британцы, они покупают свое электричество. Они когда чекинятся, они там говорят, ну, не знаю, мне нужно 30 киловатт. Оплачивают 30 киловатт сами и тратят их. То есть здесь риски по электроэнергии, они лежат не на инвесторе, не на собственнике, не на управляющей компании. Гениально, по-моему. Ну да, да. По крайней мере, ну, не знаю, уместно ли сейчас говорить, что надо и нам так придумать. У нас как-то сейчас не очень... Да, но у нас, благо, цена совершенно другая за киловатт-час, и нам не нужно... Так сильно переживать, да. Нам не нужно так сильно переживать. Уточняющий вопрос. Вы просто сказали, что нельзя покупать недвижимость за границей запрещено. Речь идет о недружественных странах. Ну, то есть уточнение. Речь идет о недружественных странах при условии оплаты из российских банков. Потому что если вы покупаете недвижимость, реальную недвижимость, да, в недружественных странах при оплате с зарубежного счета, то такая операция является совершенно допустимой. Допустим. Другой вопрос, как зарубежный банк это воспримет, но это тоже немножко другое. Да, это, кстати, очень интересная история. Великобритания в этом плане для нас, для россиян, оказывается более дружественной, чем некоторые дружественные страны. Что я имею в виду? Вот доход по этим коттеджам некоторые инвесторы продолжают получать на счета, открытые в российских банках. С февраля было три ежеквартальных выплаты, да, 1 апреля, 1 июля, 1 октября, и Великобритания совершенно спокойно пересылала эти деньги в Россию. И, соответственно, банки, которые там, ну, не все, естественно, но некоторые, принимали оплаты из России. А, например, покупая недвижимость в той же самой Индонезии, управляющая компания вам скажет, что она вам, скорее всего, не сможет доход перевести на счет, открытый в российском банке. Поэтому, знаете, недружественность, недружественность и рознь. Ну, а где сказано про вот этот запрет? Мне кажется, 4 марта был опубликован этот указ, у него потом было два разъяснения. Да, там в разъяснениях я номер указа, к сожалению, не скажу. Дарья, у нас на приороне вы тоже об этом несколько раз писали. Ну, если сейчас успеем опять найти, коллеги мои найдут, они в чате опубликуют. Если нет, по-моему, от 4 марта был указ 2022 года. Екатерина, давайте перейдем, опять вернемся в Таиланд, по гарантированной доходности. Да, по гарантированной доходности. Таиланд, он у нас на втором месте после коттеджей, но он, возможно, догонит, возможно, не догонит. Сейчас посмотрим к концу года, это такая гонка. Здесь объекты, которые мы продаем, это все исключительно с фиксированной доходностью от нашего партнера Phuket 9, девелопера, которого мы эксклюзивно представляем на территории России. Собственно, здесь проекты все, которые мы рекомендуем, они прекрасно обслуживаются, и, значит, они будут в хорошем состоянии после, к моменту, когда вы будете продавать эти объекты. И здесь реальная доходность, вот сейчас я немножко не тот слайд показываю, минуточку, вот этот слайд мне нужно показать. Да, здесь 7% годовых на 5 лет фиксированная доходность, но в реальности, как кто-то правильно отметил, на первый год, с учетом всех вычетов, доходность составит примерно 5,3, и начиная со второго года доходность чистая с учетом всех налогов и расходов выходит где-то на 6,2. Мы, безусловно, всегда абсолютно делаем полный расчет в зависимости от вашего налогового резидентства, в зависимости от того, куда вы получаете доход, какие налоги вы платите. То есть все под ключ, мы вам рассчитаем вплоть до сотни долларов. И здесь получается, что доходность на руки, она чуть ниже, чем в Великобритании, но при этом, безусловно, Таиланд – это дружественная страна, и здесь еще, возможно, оплата рублями, что очень удобно для многих инвесторов. И, соответственно, в Великобритании нужно проходить полный комплайенс на источник средств, предоставлять все документы, налоговые декларации либо договор о купе-продаже недвижимости. В Таиланде ничего этого делать не нужно, что очень удобно и сокращает, конечно, срок, за который вы можете сделать инвестицию. Окей. Ну, смотрите, мы с вами, Екатерина, про многим странам пробежались. Я просто еще по нескольким тоже хотел бы спросить у вас, тем более, что зрители как раз про эти страны спрашивали. Но сначала вот общий вопрос. Несколько минут назад тоже задавал его. Хорошо, вот у вас появилась Бразилия, у вас появился Оман. Как вы выбираете эти страны? И есть ли страны, в которые вы пришли, посмотрели и поняли, нет, по тем или иным причинам вы не считаете правильным и возможным для себя их предлагать инвестору, ну, например, инвестору из России? Мы, на самом деле, активно смотрим на все рынки зарубежные, но смотрим на них, отталкиваясь от целей и задач инвестора. Если мы видим, что есть какая-то цель, да, как мы, например, вышли на Оман. Цель – это и инвестировать капитал с доходностью, цель – это быстрее получить в ВНЖ, чем в Дубае, и открыть счет для международных расчетов в хорошем, надежном банке. Вот мы увидели, что такого продукта сейчас в нашей линейке нет, потому что в Дубае все стало намного медленнее, и больше рисков появилось именно для российского капитала, и мы нашли Оман. Да, как мы там делаем, это тоже особый процесс, он просто, знаете, годы опыта не передашь за минуту. Вот, поэтому идем от целей. Та же самая история была с Бразилией, да, потому что был запрос на диверсификацию страновых рисков, потому что у многих было портфолио, составленное из европейской недвижимости и азиатской недвижимости, и хотелось разбавить это портфолио какой-то другой страной, да, не привязанной к экономике этих направлений. Поэтому мы идем от задач, не могу сказать, что были какие-то страны, которые вот мы рассмотрели и отбросили, кроме Грузии, одном из самых популярных рынков, но мы смотрим сейчас и на Абу-Даби, и на Катар, и там... Кстати, простите, раз уж вы назвали Абу-Даби, да, вопрос такой... Ну, вообще, то есть как бы все говорят, если ОАЭ, ставят знак равенства между ОАЭ и Дубаем, но там же ульма весьма интересных эмиратов, где и цены ниже. Вот вы сказали, Абу-Даби, Ара-Шиш-Хайма, вот про них... Да, все упирается в ликвидность. Купить-то можно, а выйти потом как? То есть, на мой взгляд, в Абу-Даби там есть, безусловно, интересные проекты, в которые доступно заходить иностранцам, но потом ликвидность этого рынка, она вызывает вопросы, да. В Дубае это сложно продать часто недвижимость, которая была приобретена на первичном рынке, а уж про Абу-Даби говорить не приходится, и поэтому от того, чтобы активно предлагать такие рынки небольшие, нас останавливает именно ликвидность, потому что мы, в отличие от многих других агентств, помогаем всегда продать то, что с нами было приобретено, вне зависимости от ситуации. И поэтому мы всегда думаем, окей, а как мы это будем потом продавать? Если у нас нет уверенности, то мы не будем просто предлагать такие варианты. Вопрос от Романа. На слайде, видимо, по-третьейский слайд, рентал пул 40 к 60, это мало, обычно 60 к 40. Потому что надо смотреть, как распределяется, потому что в 60% включены все расходы абсолютно. Как правило, когда мы говорим про распределение 60 на 40, там в эти 40 не включены какие-то части расходов, поэтому то на то и приходится. Всегда смотрите на fine print, на мелкий шрифт. Окей. Не было ли у вас опыта про Аргентину и вообще другие страны Латинской Америки? Бразилия, да, но вообще говорят, что, ну, возможно, Реал бразильский и самая там устойчивая валюта, но про многие страны Южной Америки говорят весьма комплиментарно, в некоторых случаях даже более, чем про Бразилию. Вы знаете, да, просто у нас вопрос времени, да, мы достаточно много тратим на due diligence проекта. Для того, чтобы проработать вот этот проект в Бразилии, у нас ушло там порядка двух месяцев, да, сделать полный due deal. И в странах Латинской Америки достаточно сложно работать, просто потому что там в принципе не работают с иностранным капиталом. Вот мы сейчас на Бали видим, другая история немножко, но мы сейчас на Бали работаем с сенсациональными инвесторами, которые там хотят заходить с человеком 5, 10, 15 миллионов одновременно. И мы видим, что на Бали, который изначально очень активный рынок для международных инвесторов, нет продукта для институционалов. И мы его по факту помогаем создавать местным девелоперам и соединяем их с институциональными инвесторами, чтобы они были on the same page, как говорится. Так вот, в Латинской Америке нет даже рынка для иностранного капитала как такового, нет нормальной установленной программы. Проект в Бразилии нам понравился, потому что он ориентирован и на местный рынок, и на международный. И там для этого есть подготовленная инфраструктура. Поэтому, и честно говоря, спрос на Аргентину не такой высокий, чтобы нам сейчас такое время тратить еще два месяца, а то и больше на due diligence какого-то продукта инвестиционного там. Отдельно настойчиво спрашивают про Португалию и про Кашкаеш. Вообще ваш взгляд на Португалию как такового? У меня никакого взгляда на Португалию особо нет, потому что в основном там покупают недвижимость под золотую визу Португалии. И, как правило, доходность там достаточно низкая, которая хватает для того, чтобы отбить расходы на юридическую составляющую получения ВНЖ в Португалии. Это вот то, что я знаю про этот рынок, а так он относится к департаменту эмиграции. Как раз таки, ну туда у нас нет ни одного инвестора, который зашел бы в Португалию ради инвестиционной составляющей. То есть цель только получить в ВНЖ золотую визу. Чуть выше спрашивали про Египет. Про Египет. Знаете, в Египте действительно очень много дешевых объектов, но мы в основном с ними не работаем. Мы работаем с... У нас есть ряд проектов в Эльгуне. Эльгуна – это такая местная... Местная проекта. Да-да-да. Местная проекта, которая построена по образу и подобию Венеции, с каналами. Там премиальная недвижимость, часто под управлением международных сеток. Вот недавно был, выходил, когда это было в октябре, по-моему, в начале октября, Шаратон. Вот. И такая недвижимость у нас есть в портфеле. Но, честно говоря, спрос, не могу сказать, что очень высокий, наверное, потому что мы просто пока направление активно не продвигаем. Вот Аман мы начали продвигать, пошли сделки и пошли очень активно. Так что зависит все от фокуса внимания, наверное, еще. Окей. Вопрос по Панаме. Панамы. Сейчас, конечно, страны могут перечисляться, но давайте еще немножко времени этому уделим. Панамы вообще... Да, Панама. У нас, по-моему, есть ПМЖ Панамы. Опять-таки, не мой... Да, вопрос по ПНЖ. И вопрос вот от Павла про где оформить недвижимость на несовершеннолетних детей с возможностью получения ВНЖ. Нигде. Ну да, на несовершеннолетних... Да, несовершеннолетние дети. Нигде нельзя оформить недвижимость на несовершеннолетних детей. Кроме, по-моему, у нас был кейс, мы рассматривали в Германии. Там можно как-то, 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 да, это сделать через определенную схему, но она достаточно сложная. Вот, поэтому лучше всего завещание делать, да, и оформлять на родителей, и... Ну, то есть, если вы купили, например, недвижимость на родителей, вам же не обязательно, наверное, оформлять ВНЖ и на родителей в том числе. Окей, хорошо. Я в любом случае хочу, попросите, опубликовать у нас в чате страничку нашего Набриани, там страничку вебинаров. У нас ближайшие вебинары, один из ближайших, вот, 8-го числа. Мы будем как раз говорить с экспертами, например, Mark Real Estate, о итогах иммиграционного года и о тех направлениях, которые... Кстати говоря, про итоги, я забыла вам показать один слайд. Это наши итоги по 22-му году. Мы подвели два итога по количеству сделок и по объему вложенного капитала, потому что это разные, на самом деле, вещи, и, как видите, топы разные. По количеству сделок на первое место все-таки вырвался Таиланд, потому что в Таиланде, помимо продуктов с сексированной доходностью, есть еще и виллы, которые помогли ему на первое место обогнать Великобританию. И на третьем месте Дубай, но при этом Дубай первый по объему вложенного капитала, ну, и оно понятно, потому что недвижимость в Дубае в основном покупается чеком от 500 тысяч, а средний, наверное, чек порядка миллиона долларов, что на фоне Таиланда и Великобритании, конечно, существенно выше. Ну и вот Кипр вышел на третье место по объему вложенного капитала, но мое видение, что в 23-м году Бали, скорее всего, обгонит Кипр и посоревнуется, наверное, за второе место с Таиландом по объему инвестированного капитала, потому что Бали не зря мы отнесли к самому перспективному направлению. По темпам последних месяцев мы видим, что это очень реальная картинка. Третье или второе место в следующем году. Ну, если я правильно понимаю, по объему вложенного капитала Кипр, но это скорее через ПМЖ, да? Ну, в основном, да, там покупают и под ПМЖ, и с целью именно вывода капитала и сохранения, потому что там нет вот этих вот американских горок по росту цен, он достаточно стабильный, есть высокий спрос на недвижимость, несмотря на все перипетии, особенно в Лимассоле, да, в центральных локациях. У застройщиков все предложение абсолютно выметено, хорошее, там нет, в принципе, ничего. Поэтому у Кипр все равно есть определенная на него категория клиентов. Вне зависимости от привязки к ПМЖ, потому что многие покупали пакетами, да, апартаментом. Счет в банке в Египте, можно ли отлить счет в банке россиянину по вашему опыту сейчас? Наверное, можно, честно говоря, не могу сказать, на скидку. Окей, так, и, да, в Амании недвижимость. Напомню про сертификат на бонусы, потому что мы, как раз, да, рассказывали про недвижимость, которая у нас на эксклюзиве с фиксированной доходностью как в Великобритании, так и в Таиланде. Те, кто позже присоединились, наверху есть кнопка «Скачать», сертификат на бонусы на Тендермарк. Там бесплатное юридическое сопровождение, которое обычно стоит 2700 фунтов, и скидка 2% на определенные объекты в Таиланде. Вопрос по Аману. Можно ли оформить недвижимость на 18-летнего? То есть с какого возраста там? Да, 18 лет – это совершеннолетие, можно с 18 лет оформлять. Окей, и такой вопрос он был в самом начале. Мы как-то с вами сразу начали говорить о покупателях из Российской Федерации. Но, как я понимаю, вы же работаете с покупателями из других стран. То есть к вам можно обращаться, не только россияне, но и, пожалуйста, в Украине. Да, безусловно, мы открываем наши офисы за рубежом, в частности в Дубае, в Стамбуле, в Таиланде и на Бали в следующем году. И мы будем работать с покупателями из этих стран, из регионов, в которых находятся эти офисы. И даже сейчас у нас уже есть первые сделки с иностранными покупателями, то есть я имею в виду не русскоговорящими. Потому что, конечно же, это русскоговорящая аудитория по всему миру. Мы работали и до, а да, как-то они на нас поменяли обычно. Да, 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 да. Ну что ж, ну и в заключении давайте тогда, Екатерина, такой все-таки общий вопрос, обзор может быть. Такое, может быть, с него и начать следовало. Ну, давайте завершим. Все-таки текущая ситуация, вот, инвестиционная, в какой степени отдельно для граждан Российской Федерации, отдельно, может быть, для всех. Вот время сейчас, когда действительно нестабильность, когда геополитические риски, когда стоимость жизни сильно возрастает, а содержание недвижимости и, соответственно, ее инвестиционные перспективы кажутся менее очевидными. На что сейчас в первую очередь обращать внимание? Опять же, на какие страны смотреть? Как относиться к тому, что недвижимость – это долгосрочная инвестиция, а мы на пару месяцев вперед-то не знаем, что будет, а тут на 10 лет? Ваш взгляд? Да, ну, во-первых, недвижимость, безусловно, сейчас – это очень важная составляющая инвестиционного портфеля. Я думаю, что у многих ее доля увеличилась просто потому, что недвижимость как актив, она является защитной от инфляции, а про многие другие виды активов такого сказать нельзя. Во-вторых, во всем, что касается инвестиционной недвижимости, всегда нужно смотреть на то, как формируется доход и какие есть угрозы вот этому доходу. Сейчас, как правило, смотрят на недвижимость, которая сдается в краткосрочную аренду, и она является наиболее привлекательной. В принципе, сдача в краткосрок, она защищает инвестора от многих рисков. Это риск отсутствия арендатора, риск неплатежеспособного арендатора. И здесь доход, он может варьироваться в зависимости просто от заполняемости, от ставки за ночь. Недвижимость, которая сдается в краткосрочную аренду, это либо международный туризм, либо внутренний туризм. И мы смотрим обычно, инвесторы смотрят на те локации, где международный туризм сейчас начинает просыпаться после пандемии, либо на внутренний туризм, как вот, например, в Великобритании у нас есть такой продукт. И в этом плане нужно просто мониторить ситуацию, остаются ли предпосылки для получения вот этого дохода, для формирования этого дохода. Если предпосылки, они все так же сильные, да, это и рост населения, и развитие самого туризма, да, по себе, там дополнительное снятие ковидных ограничений на крупных рынках, таких как Китай, потому что он, естественно, потом, да, его влияние расползется по региону. На какое-то развитие, там, инвестиционной отрасли и, в принципе, стимуляции государством инвестиций международных. Вот эти все факторы, они играют роль для инвестора. Я понимаю, конечно, что многие хотят пассивную инвестицию, да, там, купить и забыть. И поэтому важно инвестировать с опытными экспертами рынка, которые эту ситуацию будут мониторить для вас, и, возможно, даже подсказывать, да, что вот вы, там, приобрели этот объект, давайте, может быть, мы из него будем выходить сейчас. Это хорошая, да, удачная точка для выхода. Могу поделиться своим еще опытом, если кому-то интересно. У меня с прошлого года коттедж в Великобритании, собственно, с ним все хорошо приходит, приносит доход. Думаю, что, может быть, докуплю еще один. И вот я сама последовала собственному совету и приобрела уже один апартамент на Бали. Его я планирую передавать, продавать, точнее, по переуступке и передводу в эксплуатацию. Там должен быть очень хороший рост. Я его поймала на пресейле. И сейчас планирую покупать еще один апартамент тоже на Бали, но его уже буду держать в долгую. Но тоже буду покупать на пресейле, потому что это, конечно, самая удачная точка. Вот, поэтому все зависит от ваших целей. Ну да, это да, это ответ верный и такой универсальный. В завершении дайте вот последний вопрос, который мы успеем от Алексея. Есть ли в Таиланде недорогие объекты, скажем, до 200 тысяч долларов, позволяющие получить в ВНЖ или долгосрочную визу? Да, объекты-то есть, и даже от 100 тысяч, и от 90 тысяч. В ВНЖ, оно отдельно. Там есть инвестиционная виза, она при инвестициях где-то от 10 миллионов бат, это примерно 270 тысяч долларов. Но инвестиционная виза, по ней еще нет ни одного одобрения, она только в этом году была введена. И недавно анонсировали, что для того, чтобы ее продлевать, нужно действительно становиться налоговым резидентом Таиланда и жить там больше, чем 183 дня в году. Поэтому для многих просто инвесторов такая виза не подходит, и мы вместо нее рекомендуем визу Таилит. Она максимально проста, вы просто в зависимости от того, сколько у вас человек и на какой срок вы ее хотите получить, платите определенную сумму. Скажу, да, для одного взрослого 16 тысяч на 5 лет, для двоих взрослых примерно 21 тысяча долларов на 5 лет. Ее можно оформить на любой срок до 25 лет. И она раньше, по крайней мере, позволяла открыть валютный счет в Таиланде. А валютный счет в Таиланде – это такая редкая история, его нельзя даже открывать местным. Но сейчас, я насколько знаю, пошли отказы в открытии валютного счета даже с этой визы, поэтому 100% гарантии нет. Но вот она хорошая альтернатива. Плюс напоминаю, что в Таиланде есть еще пенсионные визы, студенческие визы. Много кто пользуется. Ну, то есть в Таиланде уйма людей остаются без какой-то привязки к покупке объекта. То есть они покупают, может быть, и покупают, но при этом это действительно так, в моем смысле, очень удачная страна. Ну что ж, дорогие друзья, полтора часа пролетели незаметно. Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций, интермалов. Сервис так было просто произносить, а сейчас интермарк. Ну ничего, я думаю, все вернется на круги своя. Екатерина, спасибо вам огромное. Друзья, еще разочек видео публикуем и отправим вам ссылочку. Раз. За инвестициями, пожалуйста, к Екатерине. Два. За Оманом и к Екатерине, и на Преанру, где появляются объекты в этой интересной стране. В завершении всем мира, всем благополучия, насколько это возможно, и давайте жить ожиданиями, надеждами, это тоже, и не терять, не терять здравый рассудок, это, по-моему, очень-очень важно всегда. Екатерина, спасибо вам огромное. Большое вам спасибо, Филипп. Спасибо всем слушателям, мы всегда на связи, и всех благ вам. Спасибо, контакты Екатерины в чате были опубликованы не раз, в любом случае, к вашим услугам. И еще раз напоминаю, у нас будет еще в ближайшее время вебинар уже по иммиграционным программам с компонентом Arc Real Estate. На сайте Преан можно зарегистрироваться. Спасибо большое, до встречи. Счастливо.